Добрый день! С вами Наталья. Обращаюсь ко всем любителям добавить спитой чай, кофе, землю, комнатные растения, насыпать сверху. Хочу вас предупредить, если заварка, вот вы выпили чай, не высохла, вы не подсушили, не перетёли, и точно так же с кофе, то может завестись очень большое количество мошек. Но у меня уже мошек нет. И я сейчас расскажу, как просто можно от них избавиться. Вот, посмотрите, тут есть остатки. И вот я сняла уже. Можно положить, это у меня от цитрусовых, от грейпфрута, кожуру. Вы берёте, чуть-чуть подсушиваете и кладёте. Можете положить её сразу, свежую сверху, кусочками на землю. Снять часть своей заварки или часть спитого свежего кофе, непросушенного, потому что это очень плохо. Но свежую вы можете положить только тогда, когда вы поливаете только спадона. Если вы поливаете свои растения спадона, то можете покласть свежую. А так сухую желательно положить, подсохшую, подвяленную. Вот, посмотрите, я просто вот, она уже высохла, я сняла, снизу, но показываю. Вот так разместить. Вид, конечно, неприглядный, скажу честно. Вот эти кусочки в вазончике. Как-то оно неэстетично смотрится, ну, разве что, если у вас бело-оранжевый вазончик. Но сразу вам говорю, что, вот оно лежит у меня две недели, мошкара полностью исчезла. Так что, если вы хотите народное средство, то это очень хорошо срабатывает. Еще можно сделать раствор из цитрусового. Вот у меня баночка здесь 750 мл. Я положила кожуру от двух грейпфрутов. Залила на ночь. Она уже настоялась у меня. Можно разбавить один к двум и побрызгать вокруг землю. Каждую неделю, где-то недельки три через недельку. Чтоб было более эстетично. Но этот не очень приглядный способ, скажу вам честно. Честно. Более действенный. Вот кожура. Когда мошкара уже исчезла, не старайтесь больше сыпать не высохшие чай и кофе с пятой, а просто уже снимите всю эту кожуру. Вот я полностью убрала. Взрослела еще раз. И ставьте на место свои растения. И не экспериментируйте. Поэтому мошкара может все испортить. И всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.